Мамонтов История виллы Вера началась в 1872 году. Тогда купец Мамонтов на этом месте приобрел земельный участок и построил дачу для своей дочери Веры. От первого строения ничего не осталось. В 1910 году на этом месте было возведено это каменное здание. Оно пережило смену власти, национализацию. В военные годы здесь располагался госпиталь, позже дом отдыха и дворец пионеров. И вот уже на протяжении почти 30 лет здесь работает муниципальный центр внешкольной работы. Студия, основанная в 1990 году, достойно прошла проверку временем. На базе центра работают 6 направлений, 3000 юных сочинцев. Здесь изучают живопись, хореографию, музыку. В этом году открылось отделение астрономии. Также в центре ребята проходят профильную подготовку. Здесь же воспитывают юнормейцев. Они сегодня приняли участие в праздничном мероприятии по случаю окончания первого этапа реставрационных работ. Мы очень признательны лично Анатолию Николаевичу за то, что в городе возводятся не только новые здания, но и уделяется большое внимание именно реставрации старых особняков, зданий. В данном случае сегодня у нас праздник Виллы Веры. И этот подарок, я думаю, не случайный, потому что в этом году центр внешкольной работы отмечает 80-летие. Стоит отметить, что реставрация памятника культуры истории не проводилась на протяжении 100 лет. На первом этапе, который начался в середине сентября, строители обновили лестничные проходы, фасады, кровлю. Заменили и плитку на балконе второго этажа. Она была привезена из Италии и полностью соответствует предыдущему историческому напольному покрытию. Реставрация – это достаточно профессиональная работа специалистов, тех, кто имеет на это право лицензию. И нужны особые мастера, нужны особые условия и нужны особые деньги. Поэтому мы обязательно это будем делать так, как это положено делать. Но это и есть сохранение нашей истории, истории города. С начала следующего года реставрация Виллы Вера продолжится. Проведут внутренние работы, заменят дверные и оконные проемы. Причем будут они точной копией тех, что запечатлены на старинных фотографиях. Тот же хрусталь из Франции, те же рисунки на створках и старинные предметы интерьера. Все работы проводятся совместно с музеем Сочи. И для властей курорта важно, чтобы отреставрированный замок вошел в экскурсионные маршруты Сочи.